всем привет сегодня мы греемся нагрела горяченького холодно в квартире утром солнышко на солнышке погреться вчера правда тоже вышло но ночью холодно я включала кондиционер до полночи не знаю во что это выльется 3 рубля свет вот когда была жара на кондиционере я накрутила 320 гривен заплатила еще и платежка не пришла представляете они платежку не прислали потому что до этого там переплата а я сплачу все время честно я плачу всегда 100 процентов свое потребление я жду с ними завелась а очень воруют деньги и платежка не пришла а я еще и заплатила 320 они посмотрели что ой 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 там такой большой этот самый переплата что не надо знать мне ну я написала чтоб пришла платежка посмотрим придет вот сейчас опять топила не могу когда холодно суставы артрит прямо ты что крутит невозможно лежать как я укрылась двумя одеялами на голову капюшон вырезала с кофты и так спала и я хорошо что у меня этот спальный комбинезон пижама комбинезона одевала футболку потом еще комбинезон холодно теперь с мисочкой не расставаться на описали мне там пиццу вы это дома съешьте как я съем дома микроволновки у меня нету где я буду греть в духовке она не разогреется да еще и эти потрачу деньги за вас такое у меня не подходит купил и ешь там горячую пицца очень хорошая вкусная ну дома и греть у меня и реках и разогревание несколько раз она же засыхает в ней нету такой свежести и аппетита такого не будет а ну там тесто специально его надо есть сразу а так она все засохнет много людей потеряли пишут какие-то гадости идите дальше на канал и там пишите гадости и спасибо моим подписчикам которые меня знают и видят реальную жизнь то как действительно живут люди вы всегда видели только картинку наигранную красоту а это реальная жизнь я ничего не прячу ничего не вырезают что у меня есть той делаю я вам скажу что то пишут гадости многие не подписаны ты тоже хочешь поругать да поругать их надо больше я сделала это хочется уже горячего чего-то вот пришла писали мне у вас там нету чая кофе что вы не можете пить я не пью такое я пью воду вот холодно мне что-то хочется я тогда выпью а так я не пью я пью иногда вот я съела вот жидкая и хорошо расскажу вам случай рассказали мне за доставку техники покупали технику стиральную машину ну и тоже доставка привезла домой смотрите смотрите хорошая все посмотрели вроде двери открываются в машине все что там посмотрел сверху нету дырки в этом самой машине так чтобы дыра а потом говорят когда кинулись стирать уже вечером загружать а в стекле дырка три сантиметра вот так и она прямо по бортику вдоль говорят ну так было незаметно а когда ты уже присел присмотрелся вернуть не вернуть а стекло это же опасное дело это не в железяке умятина стекло нож накаляется 90 градусов выкручивается и три сантиметра это большая дырка это вот так по по низу пол сантиметра три сантиметра по низу где обставлено стекло это дело серьезно это может разорваться как кассетный снаряд при нагревании а нуж будет не одинаково нагреваться может ее голову снести как решить этот вопрос потом узнаю расскажу так что так покупать все с этой доставкой это не в нашей стране наш главное продать а как вопрос решится ну я думаю что должно решиться в пользу покупателя потому что это травма жизненно важная это можно остаться без жизни если это все за крутится в температуре в оборотах это опасно очень хороший супик с гречкой получился когда речка отдельно перец отдельно ну я поела очень вкусно погрела горяченькая с юшечкой я люблю такое спина болит это спазм снять невозможно внутри что я только не пила я вчера 6 таблеток выпила 6 таблеток а вы там 10 я дурню вы бы знали мое состояние вы мне не говорили а я еще танцую как у нас в школе говорили там один мальчик двоечник круглый по пению 5 он говорит ты еще и поешь при таких обстоятельствах вот это про меня очень плохо мне после вот той процедуры мне плохо вообще не выходят газы ну и в баню не делайте вот это гадость они просто выкачка денег просто рентген сделайте и все будет понятно это все вранье он невозможно болит организм же он требуется всегда все вышло он требует большего приема пищи чтобы протолкнуть чтобы она с тебя вышла вы думаете так вот не зря говорят прислушивайтесь а к организму не потому что есть хочешь а потому что надо все вытолкнуть организм умная машина нее надо слушать и все будет хорошо вот мне там все советуют там и с кашей съешьте то вы с тем все я не ем того вот что я ем то я ем а то что я не ем я не ем я не могу есть килограммами кашу пусть она золотая будет полита шоколадом и в золотой каемочке я не ем вот я сварила чтоб жидкая была и этот хлеб тоже мне как человеку хочется но я не могу его кушать кстати хлеб киевский у нас никогда в жизни не было киевского хлеба вот уже херсонский хлеб киевский своих было два или три хлебозавода три хлебозавода свое поломали а чужое возим и молокозавод был свой ничего теперь нету и коньячный завод был и безалкогольные минеральная вода была все было свое все переломали в запорожье все запорожье был полностью самостоятельный город регион целый все свое и овощи и фрукты и гречка и еще и кашей и полностью продукты были все и легкая промышленность вся была сейчас ничего нет все переломали поразбивали на малое предприятие кумбра цвак одни эти крылья коптят курицы коптят уже дошли до того что коптят вот эти хребты всякие что там в тех хребтах есть копченых там вареных еле обберешь а в копченых там вообще же чего делать только нюхать и коптильность аж настоящее макают в эту картину в раствор надо чтобы было варено копченая горячим паром он показывали это самое тоже я видела в интернете обычное ведро взял на дно насыпал опилка ольховых но это где-то там же в лесу кстати наш лет продают укрлес продается он это хорошо я за продавать главное чтобы наше море было целое лес мне не надо он не наш пусть как хотя мое море короче положил этих опилочек потом завернул фольгу сахара на дно ведра а немножко опилок в фольге сахар а чем он прикрыл чем-то прикрыл чем-то он прикрыл а чем прикрыл какой-то наверное железякой с дырками и это все подпалил поджог и получился дым положил решетку сверху ведра и на решетку положил ну решетка наверно с углублением потому что прикрыл крышкой а нет решетка наверно меньше ведра было что она залезла вовнутрь ведра он выложил свои эти самые мяско которое хотел коптить и закрыл крышкой вот это хорошая коптильна мне понравилось у меня была на балконе катушка такая железо сделано вот так круг две этих палки и вне душ круг и можно было цеплять тоже или коптить так что посмотрела нехитрая коптилка кто даже можно тут во дворе за домом накоптить ведро и пожалуйста вот так какие новости потом это смотрела один британец боится к вида не дотрагивается до пищи вообще руками везде и всюду ходит с чипцами вот душа раньше нам пирожные брали в прошлом он берет пищу опять показывают на морях акулы акулы все орут убегают от этих акул общем кипр уже тоже там заселили что все подорожало все дорого уже и северный кипр дорого и турция уже тоже дорого и все изменились а все эти правила пребывания там везде сейчас целый день радио переключилась на израиль израиль колотится все запрятались а вот этим вот которые наемники иностранные сделали им свободную визу что можешь быть тут а можешь и уехать но я вам скажу что люди продажные большинство побежит туда потому что там же в долларах платят я думаю что будет передвижение тех кто здесь нанимался побегут там где больше платят ну у нас потише будет пусть бегут пусть бегут вот такое дело какие новости на елеся вчера я поубирала немножко попылесосила протерла пол порезала кофты опять на тряпки вот такое дело надо ковры застелить да немножко тоже по выбрасывать опять вещей вещи которые вот этого цвета защитного не носятся очень странно сейчас не нужно покупать вот эти цвета не защитный не синий не желтый очень на тебя все смотрят квадратными глазами невозможно носить у меня есть вещи которые купила раньше и они вот это ж такого цвета не знаю я пальтоши купила в том году такое но она как-то серо асфальтный цвет такой ну в общем надо эти вещи теперь выбросить вещи хорошие но их надо выбросить потому что не ходовые не ходовые не хорошо такие ночи да 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 печенку пожарила но я уже еще съела вчера вечером прозевала пока грузила видео она подгорела и паштет не получился короче получилось опадлива так я с кашей вчера съела печенку а сегодня пустую кашу ела вот такое дело я маленький кусочек взяла но ужарилась да еще и прозевала так вообще такие новости живем показываем как мы реально живем какие наши проблемы вот тоже говорят тому это что вы не могли поменять да это да 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 хозяина надо деньги нужны делают сейчас а бы как вот рассказывает мне одна женщина а этот самый они снимают квартиру и говорит машинка стиральная врезанная просто вклеенная в трубы там настолько вклеенная что даже нельзя ее не отключить не переключить и говорит вот этот поток воды перебивает все потоки воды со всех ванны мойки туалета говорит вода никуда не уходит а в ванной еще и стоит вода без конца надо пробивать про это вот это вам мастера такие деньги взяли и налепили мне тоже когда я свою машинку первую ставила мне тоже говорили ой давайте вам подключим в мойку прямо сюда я говорю не надо мне ничего мне тяните прямую линию до канализации и у меня протянута линия отдельно на машину и выход но можно в унитаз потому что она сцепляется да у меня в ванну чтобы унитаз через верх не был потому что сейчас тоже унитаз тот унитаз был хороший белорусский большой удобный там все по-человечески было проход этот самый площадка а вот этот китайский поставила куда он годный горшок на голову в нем вода не уходит такое оно сливать надо после этого смывания сливать эти кнопки они тоже не работаешь там тысяча кнопок но нажимать надо все потому что она не работает то маленькая то большую это еще какое-то все ерунда надо брать нормальный унитаз с огромной дыркой с длинной ногой и чтоб была одна вот эта ручка смывания вот это вот по-нашему а вот это все не для нас не знаю как как оно там все работает и мастера не только деньги берут деньги берут и ломают если ты его не знаешь если он не твой человек то он такое на кордобит что не захочешь и этого мастера очень они ломают воруют забирают эти все запчасти в общем опять вот эти девяностые годы все воруется все воруется все разбирают все ломают и там знаешь он крутит делают вред а вы пишите ерунду если вы не сталкивались с этим то не говорите а я вам говорю так как у меня в жизни лично происходит у меня лично такая удача у меня или шо вот меня берут и обманывают тем более я плохо вижу тем более плохо вижу сам уж само не уходит с ногами звонок ушел с балкона все ушло тут про этот потому что есть такие есть такие и знаем кто и они прекрасно знают это а то пишут там ой это самое да вот такие люди что они завидуют это и мелочи даже мелочи даже завидуют конечно если бы у меня хозяин такой был что все можно было сделать руками я был тоже делала подавала это а сейчас я залезть не могу купить невозможно этот раствор я пошла там как начали мне предлагать все то что не надо я говорю дайте мне обычный цемент с песком обычный я думаю может помажу хоть на уровне это они предлагают черти шо я в нем не понимаю в этом строительстве они все стихивай замки тоже там надо мастера со сваркой совсем а лазят сейчас замки крутят лазер это все никто не пришел с другой страны это все свои делают это все делают свои вот такое дело так что такие-то дела чай выпиты так несколько я пила какао какао выпила надо подзаниматься еще у меня работа есть мне надо постирать но машинка дурная аж у меня теперь новая вот это она грязно стирает надо шлангу протягивать его воду в нее заливать потому что я уже заколебалась этими бочками наливать воду вот такое дело сидеть надо возле нее заливать три часа тоже свет тянет воду тянет что может руками бы быстрее постирал но уже нету такой силы стирать руками и коврики руками ты не будешь стирать это неудобно пальто тоже это тяжело руками в молодости стирали а то все говорят вы не делали делали все все делали консервировали не текли не жарили сейчас оно не нужно съел кусочек и хватит абсолютно не нужно ничего сейчас нужен покой экономия тотальная экономия вот такое дело да ну борщу не хочет что-то сказать но вот он что-то хочет сказать может столько лет не залезть. Да. Да, всем привет. Всем привет. Мистер Борщик на работе. Мистер Борщик на работе. Вот он такой. Да, 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 да. Да, 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 да. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Борщуня, боже мой, боже мой Поскакай, поскакай Ты мне уже надоел со своими скачками Вот сидел в клетке Теперь понял, что воля, хорошее дело Вот борщик еще летит в комнату И на люстру садится И возьмет и сиронет А я уже лазить не могу Там взяться не за что И лазить невозможно Чичакой, я теперь боюсь от твоего клюва У тебя клюв, как отбойный молоток Как отбойный молоток Вот такая птица Вот такая птица невелится Тоже помогает Так я закрываю кухню, чтобы не летел туда На люстру садиться И гадить, а? А кто будет вытирать? Я уже три раза лазила Туда не залезешь Лампочки поменяла на те, чтобы грели И в этих лампах разочаровалась Которая экономная Они... При них ни черта не видно прочитать Еще и зимой тепла не дают Ну, на лето надо, конечно, экономное Потому что теперь 50 градусов в квартире То жарко Менять теперь Вот сколько у нас этих времен года Лето, зима, осень Еще и лампочки менять На лето и на зиму Ну, это вообще... Ох... Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах Вот я такая птица Боже мой Все, всем пока Ставим лайки, пишем комментарии И до новых встреч Лайк, подписка, колокольчик И до новых встреч Пока-пока